Сегодня весь мир отмечает Международный День Добровольца. Фили, как его еще называют в России, День Волонтера. Этот день считать своим праздником достоин каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жаляя сил и времени. В Новоуральске волонтерское движение распространено по многим направлениям. Еще недавно, в ковидные времена, это благородное дело получило новый виток, когда многие горожане, сконцентрировав свои силы, стремились помочь тем, кому это необходимо. Неравнодушные граждане Новоуральска сегодня встретились в стенах концертно-спортивного комплекса на фестивале «Вместе мы. Сила». Подробности у моей коллеги Елены Мельниковой. В Новоуральске сейчас около двух тысяч волонтеров, и с каждым годом их становится все больше. Эти люди вносят огромный вклад во все сферы общественной жизни, а само звание «волонтер» требует от человека внутреннего понимания происходящего, душевной теплоты и неравнодушного отношения к миру. К движению присоединяются новые направления, расширяя возможности проявления себя и своих достоинств. Сегодня здесь действительно молодежь. Мы видим волонтерские отряды молодежные. Но на самом деле волонтеры или добровольцы, которые есть в Новоуральске, сегодня это огромное количество людей, не только зарегистрировавшихся в этом движении, не только те, кто официально себя волонтером называет, а те, кто, мне больше нравится русское слово «добровольцы», те, кто по доброй воле, сегодня прислушиваются к окружающим и включаются в то, что необходимо людям. И я, честно говоря, искренне горжусь тем, что люди такие рядом есть, и тем, что я живу рядом с ними. Официально в городе зарегистрировано 25 отрядов волонтеров. В Новоуральске движение зародилось в 1997 году. Тогда у истоков стояли студенты-медики. Они первыми запустили по городу волну милосердия. Сначала оказывали нуждающимся гуманитарную помощь, проводили первые благотворительные акции. Со временем, обрастая новыми задачами, сообщество неравнодушных становилось больше. Первые студенты, девчонки начинали заниматься волонтерской работой, помогая социальной службе, которая тогда работала на базе третьей поликлиники. Как раз в то время, когда главным врачом был Николай Васильевич Винокуров, который очень поддержал нас, который сказал, что мы занимаемся тем делом, которым необходимо заниматься медицинским работникам. У нас настолько отзывчивые, настолько добрые душой и сердцем люди, что первая акция показала, что и желающих заниматься такой работой у нас много, и людей, которые хотят помочь другим, но порой не знают, как это правильно сделать, не знают, что рядом живут одинокие, пожилые, больные люди, что есть детки, которые растут в достаточно неблагополучной семье, готовы были присоединиться к этому движению. И вот, так сказать, вот такой, знаете, с маленького ручейка начинается большая река. Так и у нас получилось. Поэтому сегодня особые слова благодарности первым ребятам, медикам, волонтерам. Ну и особые слова благодарности всем ребятам, кого сегодня можно назвать волонтерами. Но у нас же есть еще и люди более старшего возраста, умудренные жизненным опытом волонтеры. Сегодня волонтерство есть и в детских садах. Малыши, мамы, папы к этому присоединяются. День волонтеров на Уральске отметили интересным мероприятием, которое позволило всем добровольческим коллективам объединиться и поделиться друг с другом своим опытом и добром. В целом фестиваль направлен на то, чтобы объединить волонтеров, чтобы они могли поделиться знаниями и умениями, которые приобретают. Сегодня у нас команда образования, то есть больше на сплочение волонтеров между отрядами. Я как организатор многих мероприятий очень часто с ними сталкиваюсь. И, безусловно, их надо поощрять за ту работу, которую они провели в течение года. Это наши помощники, мы всегда на них полагаемся, можем быть уверены о том, что мероприятие пойдет на высшем уровне. Уважаемые волонтеры, поздравляю вас с вашим праздником. Спасибо вам большое за ваше неравнодушие, за ваше горячее сердце, за вашу большую и добрую душу. Отличительной чертой волонтеров считается неравнодушие. Многие из них отмечают, что не могут пройти мимо того, кому нужна помощь. Они занимаются вопросами экологии, помогают одиноким, людям с ограниченными возможностями здоровья, являются организаторами мероприятий. И нет ни одного направления жизни, где волонтеры бы себя не проявили. Я решила стать волонтером, чтобы больше участвовать в каких-то проектах. Для меня это огромная радость и счастье, а также новые эмоции, которые я испытываю. Чаще всего я работаю именно с детьми, которые мне довольно тоже нравятся. Я считаю, что это всегда нужно дарить добро людям. Как считаешь, вообще движение волонтерское в Новорайске хорошо развито? Да, конечно. Вот у нас в медицинском колледже развито хорошо, прям отлично. Мы всегда ходим к бабушкам на патронажи или еще куда-нибудь. В наши обязанности входят проводить какие-то мероприятия в детской библиотеке, приходить на занятия иногда и, в принципе, помогать людям на мероприятиях в детской библиотеке. Волонтерство меня привлекает, помощь людям безвозмездная, чтобы они просто говорили тебе человеческое спасибо. Я с детства очень как-то отношусь к этому всему, с чувствами. Я хочу помогать людям, не только людям, животным. Поэтому я сразу же пошла, как перешла в эту школу, записываться в наш отряд. То есть я в 10-м классе, у нас половина точно уже стоит в нашем отряде. То есть все активно принимают в этом участие. Сегодня быть волонтером – потребность души и сердца. Делать добрые дела никогда не поздно, и каждый может присоединиться к движению или узнать о нем больше на сайте добро.ру. Путь волонтера – это путь добра, и вместе мы сможем сделать этот мир лучше и добрее. Елена Мельникова, Павел Сизов. Объектив. Итоги.